Всем привет, меня зовут Дарья и добро пожаловать на канал Уникальная Мастерская Чечимова. Я тут подумала о том, что много рассказывала про разную пряжу, но почему-то не заходил разговор про дропс. А я люблю этот бренд. У меня, конечно, есть несколько вопросов к качеству данной пряжи, но зато палитра и состав у них просто потрясающий. Но давайте поговорим обо всем по порядку. Итак, знакомство с пряжей дропс у меня началось как раз вот с этой пряжи. Еще очень мне хотелось шапку и шарф на весну, но чтобы не жарко было, да и чтобы состав был достаточно хороший. В этот момент я подумала о том, что хлопок с мериносом должен идеально подойти на теплую погоду. На самом деле не пригадала. Вот этот шарф, который я связала несколько лет назад, достаточно хорошо сохранился, но у него есть минусы, которые открылись в процессе эксплуатации, но об этом мы с вами поговорим чуть-чуть попозже. Итак, давайте посмотрим поближе пряжу дропс Коттон Мерина. Я вот так достану этикеточку, и тут будет все написано, что вес на точка 50 грамм, и это 110 метров. Длина в мотке 110 метров, состав 50%, вот здесь вот написано, что 50% шерсти, в данном случае это мериносовая шерсть, и 50% это индийский хлопок. Но уточняю, что написано на этикетке, что это шерсть мериноса, и что это индийский хлопок. Это все я уточняла уже непосредственно на сайте бренда. Рекомендуемый размер спиц это 4 миллиметра, что-то здесь про крючок не указано. Здесь написано про плотность, если вам необходима данная информация. Страна производства Норвегия, и данная нить среднего кручения сложена в 6 ниток, и одна из этих ниточек это белого цвета. Вот здесь вот в данном виде пряжи достаточно хорошо это видно, что сам цвет такой серенький, и есть белые вкрапления. Это как раз вкрапление хлопка. Поближе покажу эту нить. Кстати, на розовом это не так сильно заметно, что есть белое вкрапление, но если посмотреть поближе, то белое будет заметно. Итак, давайте с вами поговорим про плюсы пряжи Drops Cotton Merino. И первый плюс это Merino Superwash. Данную пряжу и изделие из данной пряжи можно стирать в стиральной машине. Режим шерсть или ручной, деликатными средствами, но не рекомендую все-таки, если честно, стирать машинки, все это лучше стирать ручным методом, деликатными средствами. И все другие плюсы данной пряжи, в смысле другие плюсы пряжи Merino Superwash, вы можете о них почитать на моем канале Яндекс Дзен, а также очень скоро будет видео о плюсах конкретно пряжи Superwash. Следующий плюс это сочетание Merino и хлопка. Все-таки не зря здесь звучит Cotton Merino. Сочетание Merino и хлопка отлично подходит для вязания детских вещей, и эта пряжа совсем не колется, она на самом деле очень-очень мягкая и приятная к телу, не раздражает кожу. Следующий плюс это отлично держит узоры и резинку, хорошо ложится в гладь. Это вы можете посмотреть вот на таком образце поближе, то есть видно, что в лицевой глади она достаточно красиво выглядит, и в узоры во всякие ложится тоже замечательно, но обязательно при этом нужно учитывать, что, во-первых, пряжа тяжелая, и она со временем вытягивается, и если вы сразу не попадете в хорошую плотность, не будете вязать более плотно, чем это необходимо ваше изделие, то со временем оно превратится вот в такое вот немножечко решетчатое изделие. На самом деле, как бы мне нравится такой эффект, я хотела именно связать такой более дышащий вариант, но со временем он стал еще более дышащим, и это минус для многих, но мне все и так нравится, поэтому я не перевязываю данный шарф и не собираюсь его перевязывать, мне он нравится именно в таком виде, но нужно это учитывать, что вязать нужно более плотно, потому что со временем, особенно в больших изделиях, под тяжестью веса оно может легко вытянуться и превратиться в более такое воздушное, в более дышащее полотно, чем вы ожидаете. Следующий плюс, который можно увидеть, это ровное итоговое полотно. Сама пряжа, на самом деле, она без изъянов, она с равномерной структурой, без изменений толщины, без вкраплений, и она качественно прокрашена. Это, кстати, можно увидеть и в самом моточке, видно, что все ниточки, они одинаковой толщины, если вам необходимы какие-то красивые ровные узоры, то из этой пряжи вы легко сможете получить. Следующий плюс, это отличная цветовая палитра, очень обширная, и цвета, как на подбор, они очень аппетитные, стильные, есть такие более пудровые оттенки, есть более какие-то натуральные, есть более яркие, я знаю, что у этой коллекции есть даже более яркие неоновые цвета, то есть вы можете подыскать тот цвет, который вам необходимо. И это очень большой плюс, потому что очень часто у моточной пряжи не хватает цветовой гаммы, и люди не могут найти какой-то более подходящий вариант, но Cotton Merino позволит вам сделать любой проект, который вам будет необходимо выполнить. Следующий плюс, обширность использования, то есть вы можете данную пряжу использовать везде, где вам необходимо, можно легко связать кардиган, можно связать шарф, шапку, можно связать даже платье, если вы хотите это сделать. Некоторые вяжут очень красивые аксессуары, это шляпки, шапки, панамки, повязки, то есть это огромный спектр применения данной пряжи. Давайте поговорим про минусы данной пряжи. И первый минус, который можно, получается, увидеть, ну, кстати, вот здесь навряд ли вы увидите, потому что я уже чистила от пилинга данный шарф, но в любом случае пряжа пилингуется, в ней находится хлопок, а хлопок, как известно, очень сильно пилингуется, появляется пилинг, но это минус, но есть плюс, что пилинг достаточно убрать только один раз, и больше вы пилинга не увидите. В наблюдении собственного опыта, я почистила один раз изделие от катышков, через полтора месяца активной носки, и после этого катышков больше не было. Кстати, такой шарф вязала еще на заказ, точно такой же. А заказчица тоже почистила от катышков шарф, только через три месяца. Я ее предупредила об этой особенности, и она уже четвертый год носит такой шарф, и больше тоже она не чистила. Следующий минус, который я узнала, поняла, почувствовала на собственном опыте, это не покупайтесь на отношении 50 грамм 110 метров. Пряжа достаточно тонкая, и об этом можете судить, когда вот написано, что пряжа группа B. Как-нибудь про эти группы мы обязательно отдельно поговорим, но хоть это и 50 грамм на 110 метров, но пряжа вытягивается в процессе вязания, и она более тонкая, чем вы ожидаете. Поэтому и вот здесь написано 4 миллиметра, ну, спицы 4 миллиметра, это вообще неправда. Завязать 3, 3,25, 3,5 это максимум, который нужно брать. Конечно, все зависит от плотности вязания и от эффекта, который вы хотите получить. Вот данный, получается, шарф я вязала на спицах 4 миллиметра. Но, как видите, здесь очень много, вот очень много всяких стало просветов, которые кому-то нравятся, кому-то нет, мне нравятся, но некоторые посчитают это за неидеальное вязание. Вы сможете отвязать образцы, обязательно провести ВТО, и потом вы сможете решить, какими спицами будете вязать свое изделие. Следующий минус это кручение достаточно плотное, но при вязании нити могут расслаиваться. Крючком вязать из данной пряжи достаточно сложно, спицы лучше брать с не очень острым кончиком, но хотя это дело привычки. Я, например, всегда вяжу лики, и если вы посмотрите внимательно, у них не очень острый кончик. Но, как я говорю, это дело привычки. Кто-то вяжет чагу, у них очень острый кончик, и они вяжут любую пряжу с данными спицами, потому что удобно вязать. Это, конечно же, дело привычки. Следующий минус это рекомендуемый размер спиц. Слишком крупный, я уже это говорила, что на данной пряжи нужно брать 3,25-3 мм. В лучшем случае максимально это 3,5 мм. Обязательно вяжите образцы. И следующий минус не спасает от ветра. Вот совсем вообще никак. Если у вас очень сильно ветреная погода, вы надеваете вот этот вот, например, шарф, то от ветра вы не спасетесь, потому что очень сильно продувает, и все-таки хлопок дает о себе знать. Это не идеально теплая пряжа. Это пряжа на демисезон, на весну, на осень. В этом случае это будет хорошо, но на зиму это достаточно прохладный вариант. На зиму, если вязать что-то из данной пряжи, это какой-то свитер, например. Еще один минус — это вот это вот вкрапление белого цвета. Например, мне нормально с этим работается, но есть люди, которые не очень любят такое, так сказать, пестрое такое сочетание. Некоторым нравится равномерный цвет, и если вам нравится более равномерный цвет, то вам необходимо подбирать какую-то более светлую пряжу, пряжу таких пудровых оттенков. Но, например, вот на этой пряже белые вкрапления очень даже видны, и если вам не нравится неоднородный цвет, то вам нужно взять другой цвет. Простите за тавтологию, но это так и есть. Если вам не нравится вот это вот вкрапление белого цвета, что видно, то есть нить другого цвета, что видно, то вам просто нужно взять другой цвет пряжи, где белые нити будут не так заметны, либо просто выбрать какой-то другой вариант. Даже два минуса еще могу сказать. Первое, почему я говорила, что качество, у меня есть вопросы к качеству, это первое, в моточках достаточно много узелков, очень часто встречаются узлы, и еще один минус, это бывает, что в пряже есть какие-то вкрапления, типа солома или какая-то грязь, какие-то ничи, то есть это тоже бывает у Drops, и в Cotton Merino это тоже встречается. Давайте теперь поговорим про советы по работе с данной пряжей. Первый совет, который я могу сказать, это, конечно же, нужно вязать образцы. Обязательно образцы необходимо вязать, несколько штук, разным размером инструментов, внимательно подбирайте размер спиц и крючка. Следующий совет по работе с данной пряжей, это ВТО. Обязательно стирайте образцы, хорошо их сушите, качественно измеряйте плотность пряжи, это залог вашего дальнейшего красивого изделия. Следующий совет, это первую стирку, конечно же, и первое ВТО необходимо стирать не в стиральной машинке, а руками, и только тогда вы сможете получить адекватный красивый образец, и в дальнейшем у вас получится красивое изделие. И в итоге мне очень нравится эта пряжа, у нее хорошее качество, и изделия отлично смотрятся в итоге. Минусом я готова, я их принимаю, использую пряжу только в том случае, когда это необходимо. Данная пряжа действительно не повседневная и не на все случаи жизни, но отличное решение для шапки на весну или какой-то детской вещички, это просто незаменимый вариант. Спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал и читайте мои статьи на Яндекс.Тенд. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok